Добрый вечер. Как вы сейчас уже видели в наших новостях, в Ленинском районе произошло ЧП, я бы даже сказала, это трагедия. Я хочу представить наших сегодняшних гостей, это Илона Броневицкая, телеведущая, общественный деятель, и Наталья Левицкая, кинолог и ветеринарный врач. Мы будем сегодня обсуждать важную и очень актуальную для всех тему. А сейчас я верну для тех, кто не видел наши новости, в тот день и в тот час, когда все это случилось, это случилось в поселке Володарского, на мальчика напали собаки и его покусали. Давайте посмотрим сюжет. Именно на этом месте произошла трагедия. По словам девочки, которая была в компании с Ваней, мальчик убегал от собак на пригорок, но они его схватили и потащили вниз. Здесь до сих пор видны остатки его пуховика. Трудно себе представить, как 12-летний мальчик около часа боролся со стаей собак. Неизвестно, чем бы кончилась ситуация, если бы на помощь к нему не прибежали очевидцы, взрослые люди. Настолько сильные раны, это смотреть просто невозможно. Там от одежды вообще просто ничего не осталось. Там не было ботинки, собаки стащились с него, от брюк ничего не осталось, ни куртки, ни кофт, ничего нет. Вот, все изорванное тело. Вот единственное, что лицо тут уцелело и, ну, живот, как он, видимо, сгруппировался. Когда я уже приехала в приемный покой, вот, там просто, ну, не знаю, это вот, ну, для простого человека просто, ну, смотреть очень страшно. Пошла к нашему, ну, как к главе администрации, вот, он меня принял так сухо. Вот люди чужие, понимаете, сейчас вот в интернете все это, ну, сверкает, там, ну, все пишут, ну, все сочувствуют, все молятся. А этот человек, я не знаю, у него прямо не сердце, а камень, наверное. Этот случай не единичный. Местные жители уверяют, собаки проживают на территории бывшего лагеря Лесные Дали. Нам туда попасть не удалось, нас просто не пустили. Бросились на меня пять собак. Прямо галопом на меня побежали. Меня спасла только вертушка горнолыжника. Два часа я крутился, там их отбивал. Руку отбил, покусали мне ногу всю. Ответственность за это никто не хочет нести. Как бы надо принимать... Писали заявление в администрацию, реакции никаких. Важный аспект. Были ли собаки, которые покусали Ваню, заражены бешенством? И вообще, что делать, если человека укусила на улице собака? Собаки, предположительно покусавшие мальчика Ваню, были найдены, доставлены в нашу лабораторию. Были проведены первичные исследования, не исключение бешенства. Они отрицательны. Сейчас ждем окончательных результатов, которые будут готовы через месяц. Если человека покусала собака, независимо от того, домашняя она или нет, человеку в первую очередь необходимо обмыть рану мыльной водой. В срочном порядке после этого проследовать травмпункт. Ему окажут первую антирабическую помощь. Ну, вот такая ситуация на Володарке. Видите, люди обращались к главе Володарки Сергея Гудцева, не услышали никакой поддержки. Давайте сначала обсудим само вот это вот явление. Потому что оно, мы хоть и говорим, что бродячих собак много, но покусанных людей не так много. Часто ли... Часто ли бывает агрессия вот у собак? Это на этот вопрос ответит Наталья, она кинолог. Я хочу сказать о другом. Дело в том, что об этом не говорилось, но 6 марта на этом же самом месте покусали мальчика. Другого. И его мама тоже обращалась в администрацию. В поселковую? Да. В сельское поселение? Ну, она не получила никакого ответа. И мальчика покусали, да. У него раны там, тяжело. Но это было не так страшно. И почему никакого сигнала оттуда не последовало? Безусловно, надо, чтобы администрация держала на контроле это. Да. Безусловно, меня удивляют люди, которые, ну, некоторым образом должны отвечать за тех животных, которые живут у них на территории. И понимать, ну, сколько они опасны, если там уже не один случай. Ну, неужели? Дело в том, что приезжал потом наш эксперт туда, смотрел. Охранники сказали, да мы ничего не знаем, мы ничего не видели. То есть... А это... Они просто ничего не знали. Да, они слепо, глухонемые. Вот. А собаки при этом жили там, они были вошенниках. Надо понимать, что, во-первых, это поселок, это не большой город, не мегаполис. Ну, все все знают. Чтоб никто не знал, что произошло. Все все знают. Ну, вот меня больше всего расстроило, что случай, который произошел ранее, не имел никакого резонанса, и никто не сделал из этого вывод. Это было предупреждение, что дальше может быть еще страшнее. Если бы выводы были сделаны, может быть, мы сегодня здесь и не собрались, потому что не было бы второго вот этого страшного случая. Так вот о чем и речь. И более того, я хочу сказать, что, ну, как-то уже все, ну, все начинают задумываться о том, что мы не можем вообще решить как-то проблему с бродячими собаками, потому что, ну, люди говорят, надо стрелять. Да, все это время стреляют. Всегда, вот, все это время, все эти годы собак стреляли. Вопрос, стало ли их от этого меньше. Стреляют люди абсолютно ни в чем не заинтересованные. Это просто бизнес. У тебя есть какая-то сумма денег, у тебя есть какие-то... Квота на сто собак. У тебя есть какие-то сто собак, которые как ты вообще отчитаешься? Что, хвостами, чем? Да 30 убил, и убил, не убил, все равно. Это бизнес. И есть другая часть людей, это зоозащитники, которые давно продвигают, ну, идею, тему программы «Оклов. Стерилизация. Выпуск». Выпуск собак адекватных. Вот. Которые будут сидеть там, и они будут привитые. Ну, то есть, и, соответственно, каждый случай отдельно. Давайте разберем вот этот случай. Этот случай должен был быть предупрежден. То есть, по идее, вот люди, которые там живут, они должны были обращаться, наверное, уже не к администрации, а куда-то в какой-то центр. Вот, ну, те структуры, которые работают у нас уже по ОСВ, есть какой-то централизованный какой-то телефон, и туда звонят, и, ну, мгновенно реагируют. То есть, выезжает человек и смотрит, чего там происходило. Смотрит, оценивает, что это за собаки. Надо ли их забрать навсегда. Надо ли их там, ну, не знаю, кого-то забрать, кого-то оставить. Потому что, бесспорно, есть собаки, не представляющие никакой опасности. Это, ну, это видно. Да, мы с этого начали, что не все собаки вообще опасны. Конечно, и те собаки, которые не опасны, да пусть они живут, они будут, ну, не будут они пускать других собак туда. И плюс, ну, обязательно надо всех стерилизовать, потому что они будут размножаться. Значит, вы скажете, да, надо их отстрелять. Ну, да, это можно было бы взять вот таким каким-то оружием неизвестным, вот так вот взять, и чтобы все сразу умерли. Ну, это идеальная ситуация, ее нет в жизни, она невоплотима в жизни. Вот, поэтому это проблема, здесь должны быть все вместе. Надо действовать совместно с ветеринарными службами. Потому что у нас в Молоково сейчас бешенство. Значит, там, упаси бог, есть еще такая тема. И, как мне кажется, компания, которая работает в поселке Володарского, могла делать таким образом, что она могла брать собаку отсюда и переселять ее в другое место. А в Молоково бешенство. Взяли собаку инфицированную, перенесли, отправили им бешенство в конверте. Вот, очень много всего надо учитывать. Илон, мы сейчас как бы одним махом затронули все темы. А давайте теперь по полочкам их будем раскладывать. Не, ну, главная тема ответственности. Ответственности? Это главная тема. Потому что кто-то за это должен отвечать. Кому-то должно быть не все равно. Вот смотрите, мама говорит. Мне подошел один человек, спросил сосед, другой, как мальчик, что? Глава администрации не поинтересовался здоровьем ребенка. Да, я думаю, что глава администрации, я думаю, что ему стыдно просто. И он, ну, занял такую позицию, знаете, чтобы не уронить свои солидности. Просто ему стыдно. И он так, ну, бывает такое. Бывает, люди так себя иногда ведут. Я не кинолог, но так себя люди иногда ведут. Тогда вот еще какой вопрос. Какова мера ответственности тех людей, которые, ну, сделали вот такой небольшой приют, такой только не санкционированный для этих собак, которые жили у них на территории этого заброшенного или там какого лагеря? Вы понимаете, я не знаю, мне кажется, вот я не знаю, я люблю животных. Мне кажется, что ничего страшного, если где-то на территории собаки будут жить. Тем более, что, я думаю, что я не ошибаюсь, что где есть какая-то столовая и пищевые отходы, они там будут заводиться, они будут там жить. Потому что необходимость, как бы, существования этой собаки. Ну, от отходов человека можно кабанов выращивать в этих городах. Да, это все понятно. Поэтому заведутся там собаки. Крысы точно будут и собак, поэтому и кошек держат. Ну, хорошо, не будет собак, будет больше крыс. Да, да, да. Но есть некая вот такая взаимосвязь. И кошки, и собаки всегда живут в таких местах. Но эти люди должны... Я уже не раз сталкивалась с ситуацией. Значит, как она пристекает? Люди заводят собак, они размножаются, размножаются, размножаются. Когда у них родилось три помета по десять, они говорят, боже, у нас 30 щенков, заберите их. А куда вы раньше смотрели? Ну, стерилизуйте нам этих. У нас живут тихие собаки. Две суки, два кобеля, извините за слово кобель. Вот, тихие, спокойные, никому не мешают. Вот, давайте мы их будем стилизовать. У нас живет собака, которая нас тревожит. Давайте подумаем, что с ней делать. Давайте мы ее переселим в приют. Ну, такие институты у нас еще не работают. Кому могут обратиться эти люди? Или посадим собаку целый день на привязь, а на ночь будем отпускать на охрану. Как вариант. У нас в районе есть приют. У нас в районе есть служба ЖКХ Ленинского района, где принимают эти жалобы. Служба ЖКХ Ленинского района контактирует с приютом. Вот, и, ну вот, мы только, я говорю, мы только вместе можем решать. Если возникают вопросы какие-то, связанные с опасностью, приют контактирует с ветеринарной службой. А почему возникла эта опасность? Почему эти собаки вдруг стали опасны? Ну, я не думаю, что они стали вдруг, потому что случай же не первый. Просто они здесь освоились на территории, приняли ее как свою. И стали какие-то моменты включать охранные качества, охранять. Потому что, ну, на ребенка покусали, ребенка покусали, который убегал. Мужчину они покусали, он же не убегал, просто они на него напали. Значит, они охраняли территорию. Значит, это уже было, они уже тут жили, получается, ни день, ни два. Да, и, как сказала Илона, все все знали, но почему-то молчали, да, мы не знаем. Да, ну вот вопрос можно в таких случаях решить тремя метрами цепи, там по 100 рублей метр. Вот он сидит на цепи, никому не мешает, ночью гуляет. Ну, я не знаю, или так, или я говорю, позвоните в приют, сказать, заберите этого кобеля. Потому что, скорее всего, там был вожак в этой стае, потому что все говорят о каком-то крупном псе, который он заводил их всех. Ну, мы все люди, идущие за Олег. Если изолировать, допустим, этого пса, который всех баламутит, то уже та стая, она вообще не становится опасной. Нельзя сказать 100%, все надо смотреть непосредственно по каждой стае. Но стая уже будет разбита, она будет без вожака, она уже будет вести себя совсем по-другому. Скажите, человек увидел стаю собак. Вот сейчас уже чисто теоретический вопрос, как вести себя в этой ситуации. Как обезопасить, там, замереть ли, не знаю, побежать, что вряд ли, да? Что делать? Ну, бежать ни в коем случае, убегать нельзя, потому что добыча жертва, добыча... Охотникам сразу себя чувствует. Да, собаки чувствуют себя охотником и, естественно, будут догонять. Даже из интереса, не покусаю, хоть согреюсь. Но все равно они будут догонять. Поэтому убегать ни в коем случае нельзя. Лучше, конечно, если есть возможность, стаю обойти. Потому что вы не знаете, то ли у собаки началась течка, тогда присутствующие в стае кобели становятся более агрессивными. Они защищают, они даже, вот, получается, сука может гавкнуть, и кобели могут напасть на того, на кого она гавкнула. Поэтому лучше, конечно, стаю обходить. А скажите, есть вот этот вот запах страха, который собаки чувствуют, или это... Адреналин, конечно, есть. Да, на одного, вот вы видите, идет, просто идет человек с собакой. Собака вполне нормальная. Одному человеку она виляет хвостом, на другого может зарычать. То есть и мысли, и адреналин выделяется. Даже подумал плохо про собаку, она уже может это почувствовать, конечно. О, как! Да. А кто-то в группе риска, там дети, пожилые люди, или собакам все равно, да, дети? Думаю, нет. Дети, конечно, будут более в группе риска, потому что они более уязвимы. Да и размер. И размер, конечно. Собака понимает, да. Да, они понимают количество и понимают размер. Вот они смотрят и оценивают, если нас трое, а вас пятеро. Мы обойдем вас. Ты один, нас двое, трое там. Да, мы можем напасть. Можем, да, все очень просто. И они видят, будет ли им оказано какое-то сопротивление, или все, я убегаю, я боюсь. Тогда, ну, это совершенно... Вот в первом же случае дети были, и дети кричали. Да, кстати, да. Первый случай, 6 марта. Мальчик сел завязать шнурки, стал маленьким, и на него вот этот, видимо, этот самый кобель, пресловутый, накинулся и порвал ему плечи. Но другие дети вступились, они кричали, и собаки убежали. Мальчик травмирован, там тяжело-плохо, но не так. Вот, а во втором случае, ну, вроде как дети убежали. Да, они оставили его одного. Мальчик убежал в другую, и он еще убегал наверх. Во-первых, это тяжелее. Ну, да. Дело в том, что, смотрите, мы сейчас говорим о каком-то страшном мире, где вот эти... Это случай из ряда вон выходящий. Потому что в основном собаки уличные, они опасаются. И сторонятся, и не подходят. Да. Есть другие собаки, которые живут в лесах, это называется такая, ну, высокая степень уже одичания. И раньше их отстреливали лесники. Это уже какие-то, ну, совсем другие... Собаки, которые не хотят жить рядом с человеком, которым человек не нужен. Да, вот это уже вообще другая тема. И у нас, ну, у нас просто ситуация запущена. Подождите. В нашем районе. А может быть и обыкновенная домашняя собака, которая тоже так же может покусать? Прекрасно. Никакой ответственности хозяева за своих собак тоже не есть. Есть такие случаи, мы видим в СМИ таких... Нет, ну, подождите, у меня мужа укусила собака, и рядом просто ликовали люди, чья собака это была. Потому что они... Советно не бездомные, да? А они радовались просто, что кого-то укусили. Вот, ну, что делать? У нас, ну, человеческий фактор... Закон, регламентирующий содержание собак. Его нет. У нас нет закона в Российской Федерации. Он может помочь? О собаках, о кошках, о свиньях, о ком нету. О ежиках ни о ком нету. А он может этот закон помочь? Смотря какой он будет. Да, если он будет принят и чтобы обезопасить собак от людей, и людей от собак. Конечно, потому что... Если он будет односторонним, будет беда. Мы же не говорим сейчас еще о том, что есть какие-то случаи вопиющей жестокости. И есть случаи, когда вот эти отстрельные бригады ездят, и в городе Дмитрове мальчики гуляли со своей собакой домашней. А у нас же от денег работают отстрельщики. И стрельнули собаку, и мальчик потерял возможность говорить от стресса, от нервного. Вот. Это же тоже есть. Вы понимаете, это настолько сложная проблема. И здесь нельзя говорить, вот мы ее можем решить так. Нет. Мы ее можем решить, взаимодействуя друг с другом. И самое главное, чтобы население... Вот просьба ко всем людям, кому не безразлично. Если вас тревожит, вот вам кажется, что здесь живет какая-то стая, надо об этом сообщать. Структура ЖК Холенинского района. Там есть как бы централизованная какая-то служба, которая уже дальше принимает меры. Мы немножечко ушли от темы про то, как обезопасить себя. А вот если хотя бы там камушек какой-то, вот ты один, на тебя напали, он может помочь? Вот я хотела бы спросить у кинолога. Дреметь чем-то, да? Ну, желательно, конечно, какие-то громкие крики, действия. Единственное, что просьба, не поворачиваться к собаке спиной. Потому что не поворачиваться спиной и не убегать. Вы должны видеть собаку. Даже если вдруг собака нападает, и вы к ней лицом, вы можете закрыться. То ли сумкой, то ли курточкой. Ну, как-то закрыть лицо, как-то себя обезопасить, если уже вдруг, не дай бог, такое случилось. Можно попытаться нагнуться, как вроде бы вы поднимаете с пола камень или ветку. Если собака долго там бродячая бегает, может она этого испугаться. А может быть и нет. Это просто, ну, как стопроцентного правил здесь. Их просто не существует. Потому что сколько собак, столько и характеров. Мы до эфира разговаривали, как люди все с разным характером, так и собаки. Точно так же и собаки. Единственное, что нельзя поворачиваться спиной, нельзя убегать. Желательно, конечно, не показывать собаке, что ты ее боишься. Можно разговаривать, наоборот, спокойным, тихим голосом. Можно попробовать залезть в сумку, как вроде бы ты что-то ей вкусненькое достаешь. Можно взять из сумки любой предмет и отбросить в сторону. Собаку это может отвлечь. Она может пойти нюхать, что ей там бросили. Может какая-то вкусняшка. А вы в это время спокойно, не убегая, спокойно, видя собаку, будете отходить. Знаете, у меня были ситуации, что я попадала в стаю. И, ну, когда вот как-то, я не знаю, я от страха цепенею. Я так, да, да, все, идите, идите, идите. Заговаривать все равно, их как-то заговаривать, заговаривать. У меня были эти случаи. Я на промзоне однажды со своей собакой попала, там, собак третья была. Да, вот вопрос у меня. Я гуляю со своей собакой, и вот те собаки, когда я иду одна, у нас там есть бродящиеся? Им все равно. Им все равно. А на эту кидают? Как только я иду с собакой гулять, они кидаются. Мне становится страшно, просто неимоверно. Как быть? Уходить. Ну, да, спокойно уходить, желательно спокойно уходить. Потому что в очень редких случаях собаки, которые бродячие стая, нам, они могут кусать вашу собаку. Это очень редко. Бывает, конечно, но очень редко. А так просто спокойно, избегая конфликта, уходите. Если уже кто-то, как правило, нападает, как правило, чаще всего нападает вожак. Ну, можно, как бывают такие случаи, поводок распускаете, коротко держите свою собаку, а распущенным концом поводка можно попробовать, как вот-вот, крутить за собакой, чтобы как бы не дать подойти, если это сработает. А лучше как бы агрессия вызывает ответную агрессию. Лучше спокойно, лучше спокойно попытаться спокойно уходить. Ну, слушайте, вот мы обо всем, об этом говорим. Вообще, вообще так хочется, чтобы вообще не было, скорее всего, этого. Потому что мы сейчас как будто какая-то война вокруг идет, и мы обсуждаем, как нам вести себя с врагом. Просто надо, чтобы мы все... Да, собаки-то наши друзья, на самом деле. Ну, они, конечно. Это не... Вот мы все заложники ситуации. Ни мы не виноваты, ни они не виноваты. И надо просто постараться совместно решать такие проблемы. Вот. А еще, знаете, какое выражение существует, что с любой собакой можно договориться. Только вот с кошкой нельзя, с собакой можно. Ну, договориться, в принципе, в принципе, можно. Ну, вот у вас есть приют собак. Кого там наверняка только вы не встречали. Были, наверное, и сильно агрессивные. Есть у нас, есть, получается, дикие собаки. Не все же приют такие. Но у них падает агрессия. Падает агрессия в приют. Вот они попадают в приют какими-то жуткими, а падают... Через какое-то время, да. И в приют приходят дети. Социализируются там. Ну, что-то они понимают. Не все. У нас есть собаки, кому мы не пустим посетителей. Но, тем не менее, мы с ними договорились. Они дают мне спокойно обрабатывать себя. То есть они ложатся. В некоторых случаях я там могу взять защитный рукав. Все. Но, тем не менее, спокойный голос, спокойный разговор. И я могу делать собаке прививку и обрабатывать каплями против блох. Это можно. Были, конечно, случаи, когда собаки приходят с проблемной психикой. Но здесь работает корм. То есть сегодня, завтра, послезавтра. Был такой случай со взрослой собакой, которую пришлось предлагать еду только из рук. Миску убирали вот только из рук. На восьмой день она вышла и взяла с руки. И когда она уже переборола свой страх и взяла с руки, собака поменялась. Конечно, она не стала. Я представила, что сейчас скажет, когда мы перебороли свой страх и дали ей руку. Нет, нет, нет. Конечно, нельзя ее готовить на соревнования. Это понятно. Но, тем не менее, она бегает с другими собаками. Она ни на кого не нападает. Она подходит. Она может поставить лапки, попросить еду, взять спокойно из рук. То есть это, в принципе, кардинально другая собака от той, которая пришла к нам. Вот мы сейчас поговорили. Все, в принципе, многие вещи можно сделать лаской и кормом. Вот мы начали разговор уже о вашем приюте. А, как я поняла, мы вначале только начали говорить, когда, что регулирование численности бездомных собак возможно, если будут государственные питомники. Должны быть приюты, должны быть пункты стерилизации. Надо, чтобы стерилизация домашних собак стоила дешевле. Она очень дорого стоит. И хозяева, ну, дорого. 7-8 тысяч. Особенно, если у тебя дворняшка во дворе живет. Тебе 8 тысяч давать. А она будет рожать у тебя. А их будут отправлять. Эти коробки оказываются либо у нас под воротами, либо где-то, ну, вот... Либо в пакете закрученные. Закрученные в пакете в помойке, да, кричат. Тоже, ну, кошмар. Вот я говорю, что все очень сложно. И, конечно, хочется призвать руководство к какой-то ответственности, чтобы случаи все-таки предупреждались. Чтобы руководство, наверное, попыталось как-то, я не знаю, как возложить ответственность на держателей вот этих собак. Это промзоны, это... Вот. И это все несложно сделать. И самое главное, чтобы люди были открыты к диалогу, чтобы как можно больше шло информации. Вот смотрите, люди озлобляются, и появляются такие существа, как док-хантер. Ну, знаете, док-хантер, по-моему, это заболевание, поэтому это не обсуждается. На Нюрнбергском процессе тоже судили палачей из концлагерей, которые получали удовольствие от убийства. Мне кажется, ни одно живое существо от убийства удовольствие получать не может. Это как-то противно... Это противно божьему замыслу, скажем так. Да, поэтому, ну... Чего это говорить? Есть какие-то страны, которые вот гуманным методом регулируют? Есть и такие, и такие. Регулируют. Есть страны и такие, и такие. В нашей стране гуманно регулируют долго и плотно Тюмень, Вологда. Начали Нижегородская область, Ленинградская. В Вологде хорошо работает программа. Там сколько-то прошло времени. Они на 40% в городе снизились собаки, на 50% в области. То есть программа заработала, она не может заработать сразу. И любая, собственно, и отстрел этой проблемы не решала. Так я что хотела сказать? Что в разных странах программы есть разные. В Америке там сразу убивают всех. Там в Германии, кстати, очень все гуманно. Я знаю, я знаю их систему. Смысл в том, что у нас есть своя специфика. Если у нас какая-то деятельность превращается в бизнес, то тут начинаются проблемы. А отстрел собак в нашей стране – это бизнес. То есть человеческий фактор. Но я говорю, мы видим, что никакие проблемы этим путем не решаются. Стерилизация. Если, вот так вот, такую мы сейчас картинку себе представим идеалическую, стоит там тысячу рублей. Выделяются деньги на приюты, государственное регулирование. Есть закон о содержании домашних собак. И обязательной вакцинации. Обязательной вакцинации. Это вот... Это исправит ситуацию? Ну, Вологде исправила. Чем мы хуже? То есть это региональные власти принимают решение на данном этапе? Пока да. Пока общефедерального нет. Да, и при всем при том, что, да, вот это тоже не дело. У нас в Подмосковье, где-то ОСВ давно, у нас очень тоже пестрая картина. В Ленинском районе? В Ленинском районе, в поселке Володарского от ОСВ отказались. Вот и ответ. Да, если еще по поводу... И результат. Ну, результат просто отсутствие заинтересованности. Если по поводу отстрела, даже если вот брать отстрел, как правило, к сожалению, под отстрел попадают добрые, адекватные собаки. Потому что отстрел – это бизнес. Которые не боятся людей. Не боятся людей. А те, которые реально могут покусать, агрессивные, трусливые собаки. Они прячутся, они на животном уровне уходят от этого. И как бы все равно остаются... Стреляют те, кто... Ну, как правило. Это как правило. Как правило. Ну, к сожалению, да. Ну, вот в Домодедово сейчас тоже стрельнули собаку хозяйскую. Там женщина чуть вообще не умерла. Прям вот гулял с собакой. Из машины стрельнули. Почему? Квоту. Ну, да. Да, да. Вот, вот. Я же говорю, человеческий фактор. Сакраментальный для России вопрос. Что делать? Да, да. И, конечно, хочется... Ну, я представляю, как больно и страшно этому мальчику. У него родители. Ване. Как родителям обидно. Ну, вообще, родителям, конечно, надо очень сейчас думать о том, где вообще дети могут гулять, потому что опасность не только в виде собак подстерегает. Вот. И, знаете, я, может быть, сейчас скажу что-то ужасное, но мне очень хочется, может быть, со временем, когда у Вани заживут все раны, и они заживут, чтобы рана в душе у него как-то ушла, пригласить его в приют, и чтобы он увидел много неопасных собак и не держал зла, потому что самое страшное – жить с какой-то травмой в душе. Вот, я не знаю, говорю, что... Я думаю, меня поймут люди. Сейчас на данном этапе... Сейчас на данном этапе... В курсе, как его состояние... Состояние стабильное. Стабильное. Да, состояние стабильное. То есть, если сначала, ну, как-то говорили, что там очень большая кровопотеря, ну, вообще, это страшно, страшно больно, эти собачьи укусы. Особенно потом. Мы кусанные. Да, особенно потом. Меня кусали и в детстве там, и... Ну, я просто почему-то не стала бояться собак. Ну, это больно, да. Вот это... Ну, я думаю, врачи он находится... Доктор Рошаль – это самый лучший детский доктор. И там мальчик под хорошим присмотром. И просто очень хочется папе и маме сказать, что держитесь, и все будет хорошо. Как-то, говорит, до свадьбы заживет, говорит русская пословица. Дай бог, да, что все будет хорошо. Дай бог, да. Анна нам позвонила и спрашивает, а что необходимо, чтобы устроить собаку в ваш приют? Потому что я знаю несколько собак, которые просто вот бегают. Она должна, видимо, мы спросить. Позвонить. Приедет, они снова вец. Просто бегают. Ну, вот они приедут. Ну, мы можем сообщить. Вот мы можем телефон ловца оставить сейчас, после эфира. Как-то он возникнет. Анна, вы можете нам перезвонить, и мы вам дадим этот номер телефона. Ну, вопросы эти бегают, да. Но какие-то собаки все равно будут. Вот надо понимать, что… Ну, и приют-то у вас не резиновый. Вы же не можете взять всех. Вот вы знаете, в Москве есть программа тоже. Они собак отлавливают и закрывают в приюты. И на этих собак тратится много денег. Эти собаки сидят в приютах. На улице рождаются новые. Это тоже не решение проблемы, закрывать всех в приют. Потому что мы этих забрали, пришли новые. И народились еще. Вот. Но надо просто… Тех собак, которые бегают и бегают, они долго же не живут на воле. Но она проживет там три года. Они… Ну, жизнь на воле, она трудная. Она полна сложностей. Просто сейчас, вот в силу того, что у нас собак стреляли все это время, и, в общем, как-то их расплодили. Еще ведь на отстрелы собаки отвечают увеличением рождаемости. Да, я хотела спросить, а где логика, вы говорите, собак стреляли и расплодили? Ну, вот как-то… Потому что не решалась эта проблема. Я не знаю, как. Есть факт. Их все эти годы стреляли. Стало ли их меньше? У себя во дворе я могу это сделать. Вот если у меня есть маленькая какая-то территория, там путем отстрела решить можно. Вот у меня есть две собаки. Вот я их стреляю. А когда их полчища? Ну, не застрелишь всех. Есть кормовая база и пришли новые собаки. Есть помойки, есть столовые, есть люди сердобольные, которые их кормят. А вот бабушки есть по 10-15 собачек. Хорошо, если… А вы знаете, этих бабушек тоже можно понять. У них вот… Это же трудно смотреть. Это вся картина еще, ну, бьет по людям. И мне один раз звонил мужчина, который рыдал в трубку. У нас жила собачка во дворе. Приехали, ее забрали. Ее к вам в приют забрали. А я знаю, что ее забрали. Куда ее забрали? Ну, за что? Ну, она так… Мы так ее любили. С ней играли дети, и человек плакал. И вот столько… Я говорю, такая сложная проблема. Столько боли вокруг этого. Вот. И то, что там некоторые наши политики говорят там, и Иосиф Давыдович даже там типа стрелять надо. Ну, идите и стреляйте. Ну, агрессивных, которые вот, допустим, уже напали. Их можно изолировать. Кто напал, ну… Ну, как сказать, его надо… Этой собаке не должно быть. Уж что там с ней будет. Вот. Отомстить собаке тоже смешно, потому что лучше от этого никому не станет. Надо сделать… Ну, постараться, чтобы этого не произошло. Вот. Их надо забирать из среды. А к вам в приют приходят люди, которые выбирают собак себе домой? Да. Приходят. К нам приходят волонтеры, которые просто принимают участие в жизни приюта. Они гуляют с собаками, общаются, вычесывают, помогают. А приходят тоже из волонтеров. Многие потом забирают понравившуюся собаку, знакомятся. И просто так вот к нам приходят в приют, там, мы сегодня хотим взять собаку. Сегодня собаку мы вам не отдадим. Мы посмотрим на вас. Приходите. Да, приходите. Приходят, дружат. Да, собака посмотрит на вас. Посмотрите, как… Опять же таки, просто так надо посмотреть человека, какая ему собака нужна. Есть же собаки спокойные. Есть, наоборот, такие, которые целый день будут бегать по потолку, по полу, по потолку. А ему такая нужна. Да, а ему такая нужна. Тут тоже нужно смотреть и выбирать. Ну, вы знаете, вот две стороны у медалей. Есть такое количество счастливых историй. Да. У нас в Нью-Йорк одна собака уехала. Ну, смешно. Ну, давайте срочи 2014 наших собак, да, разобрали. Ну, вы понимаете, да, потому что они какие-то такие сердобольные люди, они не могут… Наша тигра, которая спасла. Наша тигра, да, живет в Германии, и она спасла своих хозяев от пожара, а ее выкинули на улицу. Дом сгорел, собаку выкинули. И она уехала в Германию, и так случилось, ее взял мальчик-спасатель, и она на катере плавает, на катере, по воде спасает. Спасателем на воде работает. А работает, да, да, да. Приносит пользу. Ну, есть, я говорю, вот это счастье видеть хороших людей. У нас какие-то возникли там отношения с Костромской областью, там берут наших собак. И там нет бездомных собак, потому что деревни на такой изолированной территории, у них очень скудная кормовая база. У них нет бездомных собак. И собаки стерилизованы. Вот, а наши едут, наши туда едут московские улучшать породу. Ну, это все, я говорю, это маленькие радости, потому что приют это... А дети больные. А, к нам же приходят, да, к нам приходят дети-инвалиды, и как терапевтический зоопарк, приют, мы там День защиты детей праздновали. Тоже вот, ну, ужасно. Да, общаются с собаками. Радость, все это видеть. И есть определенные достижения. Да. У меня вопрос, а где находится, спрашивает наш телезритель. Ну, расскажите вы. Мы оставим телефон ловца, и давайте с ним общаться, потому что я честно скажу, что мы уже так решили, что мы пока не будем везде расклеивать адрес, потому что тогда у нас будет по 100 щенков в день примерно, и мы можем не справиться с этим. Ну, я могу сказать, что у нас в Ленинском районе есть зоозащитники, и мы с ними пять лет не встречались, потому что мы не знали о них, они не знали о нас. Мы сейчас так обрели такое счастливое. Да, хорошие люди, сотрудники полиции, там, журналисты, ну, какие-то очень симпатичные люди, которые тоже очень хотят наводить порядок. Ну, просто я говорю, что надо, в этой ситуации надо сплотиться. Вы знаете, мы еще вначале затронули тему бешенства, а потом перешли на другие, а давайте вернемся к ней хотя бы ненадолго, потому что это же статистика неумолима. Нет, бешенство это страшно. Очень много сейчас болеют. Ну, значит, это, смотрите, это не зависит ни от чего. Бешенство, это такая болезнь, она как-то вот сама по себе вдруг так из-под земли выходит из леса. Ну, слава богу, у нас еще в лесах тоже есть дикие животные. У нас в лесах, да, пока есть, но вот они и болеют, и мне тут рассказывали, что вот там домой взяли ежика, дома жил ежик, а потом он как-то стал себя плохо чувствовать, а потом он всех покусал. Покусал всех? Ну, покусал уже, там сделали прививки. Ну, я считаю, что главное это вакцинация домашних животных. Это не стоит, это бесплатно делают у нас вот через дорогу. Пришли, бешенство вкололи, все уже, вот есть. Только надо достучаться до людей, чтобы они пришли. Люди, пожалуйста, не считайте, что это, что бешенство где-то там, в Африке, да, вот как это, это будет, но не со мной. Это может быть с каждым. У нас сейчас ситуация, действительно, везде по всей Московской области бешенство есть. Может пробегать где-то ежик, и ваша собака там где-то чего-то вот цоп и все, и вы будете, у нее же долго еще, период ингрупционный, никто ничего видеть не будет. А потом собака начнет себя плохо чувствовать. Ну, зачем это, вот привить, привить. А потом и вы можете себя плохо чувствовать. Да, и болезнь неизлечимая. Вообще неизлечимая. Там рак, можно как-то бороться с ним, там с ВИЧом можно жить, а с бешенством ничего нельзя сделать. Да, надо еще раз подчеркнуть, что вакцинация бесплатная. Она бесплатная. Она даже если и платная, то недорогая, а бесплатная так и вообще хорошо. Вот только прийти, более того, наша станция по борьбе с болезнями, они же делают рейды, они ездят в поселение. И сейчас уже начались вакцинации, и надо обязательно, чтобы, внимание, ответственность, чтобы все было в объявлениях, что в такой-то день будет. Приходите, кошечку, собачку принести и эту прививку получить, все. Уже будет жить спокойнее. Ну, хотелось бы мне напомнить о том, что мы сегодня говорили, конечно, о страшной трагедии, но, тем не менее, к концу, вот мне понравилось, Илона пришла к такой мысли, что собаки нам не враги. Несмотря на то, что случилось, они не были нам врагами никогда. Но вы знаете, подождите, есть автомобили, которые давят людей. Ежедневно. Вот. Но, тем не менее, автомобилями все пользуются. Катастрофа погибает в четыре раза больше народ, чем самолетов. Самолетов опасаются, автомобилей нет. Мы говорим об ответственности. Мы говорили сегодня об ответственности. Людей, которые действительно несут ее, да, администрация. А людей, которые берут на себя ответственность размножить у себя собак. А людей, которые это видят и должны сказать об этом. То есть, вот, всем миром. А волонтеры, которых помогают, я так понимаю. Ну, это, само собой, им низкий поклон. Тоже ведь невозможно существовать только на одних, вот, ваши частные инвестиции. Нет. Приют содержать, это же очень тяжело. Это приют, это как бы уже, да. Но дело в том, что, как бы, регулирование численности, оно должно сейчас уже скоро происходить. Все равно мы с вами, видите, только говорим, что где-то есть хорошие примеры. Но пока закон не будет принят, мы вряд ли что-то добьемся. Еще есть такой момент, когда люди держат беспородную собаку, им предлагаешь стерилизацию, они говорят, нет, она должна хотя бы почувствовать себя матерью, один раз родить. Это просто, как бы, настолько ошибочное мнение, не нужно. В природе не каждая самка рожает, далеко не каждая. Это не нужно, это неприродно. То есть, куда вы потом денете этих щенков? То есть, особенно, если ты не занимаешься, там, производством собак, не заводчик. Конечно, да. Ну, вы знаете, вот... Пойдите, стерилизуйте. Вот, я хочу сказать, что вот у нас в приюте регулярно происходит стерилизация. И, наверное, какое-то количество хозяйских собак мы можем тоже стерилизовать. Поэтому телефон ловца. Можно мой телефон оставить. Ну, мы оставим, да, мы оставим два телефона, и помочь со стерилизацией мы на данном этапе можем тоже. И кошки, и собаки, и я знаю, что люди, многие хотят это сделать, но это очень дорого. И я думаю, в планах добиться того, чтобы у нас заработал пункт стерилизации какой-то такой вот, если даже и не передвижной. Потому что я понимаю, что можно приехать в какую-то деревню, там люди пришли, все сделали, собак забрали, и вот, и это раз. И два, возможно, мне бы очень хотелось попробовать поговорить с клиниками, чтобы имелся какой-то небольшой хотя бы, да, лимит на бесплатные для малоимущих слоев, да. Если бабушки жалеют, и вот эти бабушки бедные, они их плодят, этих кошек у себя дома. Ну, вот, человеческий фактор. Есть свет в конце туннеля? Конечно. Всегда? Конечно, конечно. Конечно. Есть статистика, есть примеры тех, кто это делает, и желание просто всем быть друзьями в решении этого вопроса. Ну, в конце эфира хотелось бы еще раз, конечно, передать мальчику, Ваня его зовут. Мальчику Ване передать. Выздоровление, да. Да, ну и, может быть, то, что он терпит, то, что он пережил вот это, это, возможно, закалит его характер, раны заживут, и никогда этого больше не повторится. И Ваня не озлобится, и Ваня не будет винить никого в том, что произошло, потому что, ну, нельзя винить животных, а о людях позаботятся другие люди. А мы, я очень надеюсь, что мы увидимся с Ваней и как-то поговорим с ним. Ну, сегодня и Илон, и Наталья сказали очень много важных вещей, я так думаю, что до кого-то достучались, кому-то приоткрыли только за весу того, что... Ну, а кто-то, может, остался при своем мнении, это тоже не исключено. Может быть, ничего невозможного нет. Но я надеюсь, что мы какую-то вот сегодняшним эфиром цель все-таки достигнули. Еще раз напоминаю, что у нас была сегодня Илона Броневицкая, телеведущая и общественный деятель, и Наталья Левицкая, кинолог и ветеринарный врач. На этом мы прощаемся с телезрителями. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...